всем здорова в общем это маленький новостной блок на алиэкспресс у продавца который продает продукцию или тукала распродажа аккумулятор который вы видели на картинке 48 вольт 10 ампер часов стоит всего 5 800 я хочу сказать что это достаточно очень дешевая цена и как раз про то что я и говорил что свинец на сегодняшний день это очень дорогое удовольствие прям супер дорогое удовольствие вот такой вот одноразовый шлак который обычно служит у людей год два года и из-за неправильной эксплуатации может выйти в первый же год эксплуатации стоит в москве я находил ценник пять с половиной тысяч без учета доставки вот такого плана аккумуляторы и из этой же линейки синие которая на большую мощность рассчитана стоит в той же самой москве где я нашел в районе 7 7 с половиной тысяч рублей за штуку это все 20 амперные аккумуляторы и цена это за штуку без учета доставки ну и вернемся к тому что же побудило меня снять этот ролик а именно то что я и говорил что литий на сегодняшний день это самый бюджет то есть если изначально у вас был что свинец это был бюджет а литий был дорог то сейчас наоборот даже с тем что если вы приобретаете литиевый аккумулятор вы платите дополнительный сбор и сейчас я про это расскажу подробнее за опасный груз этот сбор идет на аккумуляторах у которых емкость составляет больше 10 ампер часов или 10000 миллиампер соответственно поэтому когда вы приобретаете какой-то литиевый аккумулятор на непосредственно любой площадке заграничной вы можете столкнуться с тем что вы видите там очень громадный ценник именно под за доставку идет ну как так собрать самому стоит гораздо дешевле например на 20 30 40 ампер часов чем купить именно готовый а все именно кроется в опасности груза то есть когда вы приобретаете один аккумулятор больше десяти ампер часов либо два аккумулятора по 10 ампер часов в декларации пишется литиевый аккумулятор и например 20 ампер часов или два по 10 соответственно что на таможне они не разбираются в том что это каждый по 10 или что там вообще 10 такое у них есть жесткий регламент соответственно относительно этого за опасность груза перевозимого тем более два в одном вам придется доплачивать определенную сумму и чем больше у вас емкость соответственно тем за опасность груза вам придется доплатить поэтому на сегодняшний день очень сложно найти большой емкости аккумулятора чтобы стоимость доставки уже входило в стоимость самого продукта поэтому вы видите что если больше 10 ампер вы приобретаете аккумулятор у него либо закладывается стоимость доставки при за 12 14 ампер часов либо в стоимость аккумулятора либо там две три четыре тысячи пять десять двенадцать там сорок тысяч рублей стоит доставка опять-таки зависит от напряжения но большей степени от емкости аккумулятора именно насколько он у вас 10 ампер часов если в два раза там капец ценник если в четыре то еще больше именно 10 тысяч миллиампер то есть или от 10 ампер часов соответственно даже если вы будете приобретать повербанка на 20 тысяч миллиампер соответственно вас тоже будет это пошлина да или как этот сбор дополнительно за опасность груза приз присутствует поэтому обращайте на это внимание ссылки конечно же на этого продавца я дам в описании если кому интересно кто столкнулся с проблемой что вышли у него аккумуляторы из строя это отличная замена вот даже вот этому поэтому когда ребята мне говорили ну а не говорили не на нормальном языке а я вам на нормальном отвечаю типа выкинь вот эти вот аккумуляторы я приобрети себе литий я говорю что это очень дорогие аккумуляторы если даже они живые рабочие у них есть свои плюсы есть свои недостатки то смысл мне их выкидывать когда они живые чтоб купить литий так нет я лучше знаете куплю отдельно литий и буду ездить и на этих и на литий а могу и совместить сделать гибрид то есть ездить на свинце свинец у меня сдох подключить литий и ехать дальше на литий это тоже охрененный плюс и смысл не выкидывать свинец поэтому вот и получается что надо просто включать голову смотреть на цены смотреть реальные цены и звонить например если вы увидели магазины где написано что вот такой аккумулятор стоит например тысячи три рублей за банку вам надо узнать а вдруг это был за был вот такой аккумулятор даже две тысячи или тысяча это очень дорого на самом деле это очень дорого его сдать примерно стоит рублей 200 то есть соответственно человек не заморачиваясь тем что надо же сдавать он выставляет объяву и продает бывш anderes не хранение но может написать с хранением он ездил на нем если пишет ездил все аккумулятор активирован у аккумулятора идет износ 6 хранение стопудово большинство они заморачиваются насчет хранение и аккумуляторы могут быть изначально уже трубы поэтому покупать бы уж на и вот такой это не вариант покупать литий keen imagin section это тоже не вариант покупатель и тем и новый это уже совершенно другая история поэтому если кому интересно задумывайтесь именно насчет того что вы смотрите что вы покупаете и именно на какой ресурс рассчитаны аккумуляторы те аккумуляторы которые стоят дешево 5 800 в данном моменте времени я себе приобрел один меня тут еще попросили приобрести я вообще на самом деле хотел себя два взять но посмотрю что будет дальше не минимум хотя бы один надо комплект то есть чтобы я запустил один скутер и увез его далеко далеко в деревню поэтому я приобрелся точно один который у меня будет деревенский который будет аккумулятор сниматься я буду в городе не использую но и соответственно если я взял 2 2 в деревню увез но финансовая составляющая этого опроса соответственно она совершенно другая давайте рассмотрим плюсы лития именно того который у нас по ссылке сожалению там ресурсы этого аккумулятора не написаны но я вам скажу именно из своего опыта скорее всего это 400-600 циклов кто-то скажет это очень мало но на самом деле это вполне себе достаточно литий у вас новый литий у вас имеет bms литий у вас может выдавать достаточно большую мощность и даже если не ошибаюсь там 3s до 3 аккумулятора которые у вас стоят параллельно в 13 сборочной линии то есть 13 линий по 3 аккумулятора вас могут выдавать мощность 30 ампер это очень даже неплохо то есть грубо говоря каждый из банки каждая банка может вполне себе выдавать 10 ампер не проваливаясь по емкости скорее всего они либо на 20 либо на 30 соответственно это весьма неплохо установленная bms 30 амперная спусковыми токами там энного количества это вообще очень даже неплохо то есть 10 ампер часов литий это примерно как вот такие вот очень убитые аккумуляторы либо подуставшие достаточно подуставшие то есть преимущество на глаза но если вы берете свинец именно качественно заряжаете его качественным зарядным устройством они равны поэтому тут то на то и выходит но в большинстве случаев на сегодняшний день большинство людей столкнулось именно с той проблемой что не может себе позволить приобрести свинец все дело в том что во первых его нигде почти нет от источников бесперебойного питания у нас свинец не подходит это не тяговый свинец поэтому многих людей возникает проблема что же купить и многие присматриваются к литию но опять-таки не понимая из-за чего литий 2 по 10 стоит дешевле чем 1 за 20 то есть возникает много вопросов и опять таки вы должны понимать что разные аккумуляторы с разным количеством циклов с разной сборкой они имеют разные цены и опять-таки надо упираться на то с вас что обойдется вам этот аккумулятор и нужен ли он вам то есть если у вас например сдох свинец и сдох свинец именно и вы его пытаетесь восстановить и куда бедно как-то ездите то тут вариант только один именно рассматривать самый дешевый вариант потому что но опять-таки если вы его рассматриваете знать что у вас денег не очень-то и много соответственно 400 циклов вам будет за глаза если вы будете проезжать в день например 50 процентов емкости этого аккумулятора и сразу ставить на зарядку ну ни о каких 400 600 циклов здесь речь быть не может здесь количество циклов может быть увеличена ну до двух раз но это грубо это просто прикидки потому что все зависит именно от манеры эксплуатации от манеры вообще как вы привыкли заряжать разряжать контролируете в это все дело там даете им перегреться или долбите там или нагружаете больше чем положено то есть это именно дело конкретного случая но как самый дешевый вариант тому что пересесть свинца на литий я считаю очень даже неплохой так что для большинства людей это в принципе достаточно хороший выход из положения потому что свинец на сегодняшний день как мне писали да я пойду у меня там знакомые есть у которые от источника беспребойного питания аккумулятора в гору даст и я типа проблем знать не буду и когда человеку говорит что ты проедешь всего на них там 35 минут и что смысла в этом нет ну тут как бы уже другой вопрос литий это литий свинец это свинец я еще раз говорю каждой свои плюсы и недостатки свинца если рассматривать буш на покупая его за копейки то есть остаточная емкость неизвестно разбалансировка банок если у вас штатный там самый бюджетный электроскутер у него бюджетная зарядка очень низкого качества разбаланс банок будет очень не детский соответственно аккумуляторы прослужат у вас очень мало по времени ну и емкость соответственно вы с них даже остаточную полностью не выжмите но в то же время когда вы используете литий даже маленькой емкости какой-то да или параллель эти литий купив например два и запараллелив между собой вы получаете большую в два раза емкость у вас каждая секция снабжена бмсом которая контролирует заряд разряд и в принципе такие аккумуляторы прослужат на порядок дольше и даже бушный литий да в таком исполнении будет как-то более эффективно служить чем свинец опять-таки это как бензиновый и электрический мопед за бензиновым когда вы его купили вам необходимо ухаживать масло менять проверять там смазку проверять подшипники проверять там какие-то частоту фильтров и в то же время вы берете электро где вы максимум на что смотрите это как вы ездите да насколько вас хватает дальность не обращайте внимание на какие-то мелочи тут тоже самое каждый аккумулятор имеет свои плюсы и достоинства и недостатки аккумулятор которые например другой ценовой категории стоит на две-три тысячи дороже у этого же продавца имеет количество циклов около тысячи то есть в два раза больше чем эти более дешевые но и ценник там немножко дороже стоит ли переплачивать за это потому что честно говоря я не знаю потому что вот смотрите если сегодня вы приобрели аккумулятор его вам его будет хватать на при съездить от дома до работ или от дома до магазина обратно еще куда-то съездить обратно его посмотрели да вот вам первый цикл до разряда и вы поставили на зарядку и в то же время прошло например год-два-три насколько вам моего хватило да и вы смотрите на рынке появились новые какие-то технологии нового аккумулятора и какие-то аккумуляторы вышли по доступной цене соответственно смысл как-то на пять-десять лет вперед думать именно мне кажется дешевле купить аккумуляторы главное чтоб он был надежный то есть главное чтоб вам его хватало и главное то чтобы он изначально когда он к вам придет он был в рабочем состоянии вот единственная проблема микроса который стоит думать то есть на мой взгляд на сегодняшний день нужно десять раз подумать что вы берете и стоит ли заморачиваться самосборкой то есть сидеть покупать какие-то комплекты аккумуляторов сидеть их там покупать сварочник точечная сварка чтобы на аккумуляторах у вас было да там с этими линиями большие токи когда у вас это все будет отваливаться от вибрации или купить вам готовый заводской опять-таки вам на свою сборку искать надо и нормальный бмс шанс что он придет нормальный бмс тоже как там мал и получается вот такая петрушка не проще ли взять что-то именно готовое собранность и в большинстве случаев именно вот такой вот вариант как что-то готовое собранное он выходит дешевле но он выходит дешевле тогда когда вы за ним следите и вы из панталыки просто так не приходя на рынок увидев вот аккумулятор там за 20 косарей не сломя голову берете его нет так делать нельзя нужно если вы собрались менять аккумулятор вам нужно засесть и анализировать достаточно долго рынок для себя выписать примерную стоимость низ вверх и ждать соответственно каких-то распродаж постоянно поглядывая на этот рынок как только более бюджетный вариант подвертывается до соответственно вот тогда вот и надо развить именно рассматривать этот вариант ну именно так делаю я вот с панталыки просто из-за того что литий это литий это круто я не бегу не хватаюсь и не покупая именно поэтому я говорю что я лучше буду ездить на свинце и рассматривать предложение и как только подвернется что-то подходящее соответственно я буду его обдумывать а не то что вот у меня аккумуляторы в каком-то таком дичайшем разбросе именно заниматься и надо их бросить не заниматься этим а просто идти покупать новые это разные вещи и разный подход ну у каждого опять-таки свой подход у меня такой у вас может быть совершенно другой так что вот ссылочки я дал под видео еще раз я говорю 10 раз подумайте если вам интересен какой-то другой вариант кстати поначалу я хотел знаете как приобрести я хотел взять аккумуляторы по 10 ампер часов на 24 вольта 4 штуки это бы мне обошлось в 10 тысяч ну примерно 10 11 тысяч но самая фишка заключается в том что это я видел еще месяц назад а до этого было еще дороже и тут я думаю блин а надо посматривать обратно каждый день и вот в течение вот этого месяца который я вылавливал эти аккумулятора тут хоп и я натыкаюсь на предложение когда два аккумулятора уже на 48 вольт готовый 10 амперный стоит считать десятку плюс там есть бонусный купон надо его активировать и вас будет дополнительная скидка на этот аккумулятор что тоже очень неплохо плюс если вам например зарядное устройство не нужно и вы набираете один аккумулятор зеу и второй такой же аккумулятор но вам зеу уже на него не надо потому что вы собрались параллели на соответственно вы можете просто как бы сэкономить на покупки зарядным и посмотреть второе предложение этого же продавца которые таким же макаром и продает эти аккумуляторы то есть если у зеу и отдельно есть без зеу точно такой же аккумулятор то есть достаточно неплохое предложение есть отдельно вот именно на к 1000 циклов у этого же продавца тоже 10 амперный там у него ценник уже под 8000 это достаточно дорого вот еще почему мне очень понравилось это объявление потому что еще зимой когда я рассматривал в том году аккумуляторная батарея 10 амперка стоила в районе 11000 вот именно в этом году в начале зимы я рассматривал уже 10 амперка стоила 9 с чем-то тысяч рублей именно 10 амперка на 48 вольт стоила от 11 12 до 9 10 тысяч рублей вот вот такой диапазон а тут хоба и в два раза цена то есть вот это вот я и называю хорошая коммерческая предложение так что дело каждого что выбирать как выбирать куда смотреть что покупать указывать я никому не указываю если у вас например залежи свинца и которого вам вот так вот за глаза вы можете этим пользоваться у меня залеж таких нет у меня вот стоит свинец на сдачу я знаю что если я например сдам этот весь свинец я могу себе приобрести также литиевый аккумулятор на своих железных коней кстати у меня все кони кроме двух оборудованы свинцом то есть свинца у меня в принципе еще достаточно но вот с двух уже убыло но тем не менее это есть шанс именно начать тестировать литиевые аккумуляторы не брать именно заводские анимается дури покупать именно куча банок и сидеть их покупать сварочник там не за детские деньги да и сидеть это все дело варить и потом все те же самые грабли которые многие уже прошли через них также проходить мне это не интересно я не хочу свое время терять поэтому вариант со сборкой именно больших банок я не рассматриваю вот что-то мелкая да вот именно для каких-то маленьких там станции или маленьких проектов я рассматриваю литий а именно когда что-то большое я ищу достаточно хорошие коммерческие предложения которые рассматриваю да мне кстати там люди писали что можно собрать из разного количества банок то есть вот взять например на 72 вольта две банки по 36 последствий собрать блок себе аккумулятора ну такой вот блок то емкости что мне надо стоит например больше двадцати пяти тысяч рублей я считаю это очень дорого поэтому даже если рассматривать блок на 24 вольта три штуки это очень дорого получается это в районе тоже 30 если рассматривать маленькой емкости но я не вижу смысла платить по пять тысяч два по 24 до на 10 ампер часов чтобы получить за 10 тысяч грубо говоря литиевый аккумулятор 48 вольт 10 ампер часов когда вот 5 800 и зарядка и уже готовый литий именно этой сборочки готов но опять-таки вы понимаете да почему я именно так говорю потому что например цены которые я вижу я их вижу я знаю когда мне люди говорят что есть вот вариант вот такую вот так собрать я понимаю про что они говорят но я не вижу в этом смысла потому что это надо заморачиваться что-то разбирать если ты например хочешь нормальный блок собрать ты должен выкинуть все бмс объединить два или три в один потом взять еще бмс то есть потратить деньги взять еще зарядку под это все и заряжать это все как-то компактно собирать это скручивать то же время когда вы берете внутри 23 аккумулятора или четыре аккумулятора соединяете его последовательно вы представьте вам надо четыре зарядки подключать посредственно к четырем этим аккумулятором заряжать но это я не знаю это смысл в этом каждая зарядка например если сдох на у вас конечно из этой исходить технологии у вас дохла одна зарядка вы сначала это зарядили потом это потому это потом это но это круто да но зачем заморачиваться так очень сильно мы живем в век современной торговли где на самом деле если подождать можно найти более подходящие именно варианты и такой проблемы просто не будет ладно на этом я прощаюсь с вами всем удачи ссылки будут под видео всем пока